Здравствуйте! Все вместе! Мы, собственно, закончили обзор теоретических подходов к тому, как мы можно извлекать сведения про камлокамовичные действия из экспериментов на встречных электрон-позитронных протон-протонах и диатрогиадерных создарений Это была довольно длинная и громоздкая процедура и мы ее делали не торопясь для того, чтобы основные этапы по крайней мере, на идее уровня стали ясными Следующий этап существенно более фрагментарный это обзор обзор того а что известно про те самые реакции гамма-гамма в разнообразное конечное состояние и что любопытно было бы дальше выяснить ну вот начнем этот обзор с разговора про полное сечение процесса гамма-гамма в разнообразной по многим причинам ну прежде всего именно этот процесс, по-видимому, представляет мне больший интерес для здешних установок ну а дальше встает вопрос почему полное сечение нескольких соображений которые должны подшествовать к детальному рассказу проблема в том, что процесс гамма-гамма в адроны резко отличается от процесса который хорошо известен здесь аннигиляция электрон-позитронно в адроны и в определенном смысле если говорить про полное сечение то фотон в этом отношении похож не на электрон а он похож на обычный адрон пояснёт и мы с следующими соображениями конечно если говорить о том, что это электромагнитное взаимодействие так оно действительно и есть то это сечение должно быть несомненно быть в пропорциональном величине альфа в квадрате ну а вот дальше наступают различия на которые я хотел бы сконцентрироваться это сечение тоже в пропорциональном альфа в квадрате альфа в квадрате что касается этого процесса то он как раз очень хорошо известен известно что это сечение в адроны ведёт себя как сечение в квадрате в квадрате в квадрате в квадрате в квадрате в квадрате альфа в квадрате а потом они, эти квадки, с вероятностью единицы переходят в адроны поэтому, чтобы сосчитать вероятности плюс или минус адроны, достаточно сосчитать вот этот этап потому что дальнейший переход будет проходить а если мы хотим сосчитать какие-то конкретные адроны? да, мы сейчас говорим про полное сечение, а не про... речь идет именно про полное сечение, а не про процессы с какими-то конкретными адронами это эксклюзивные процессы для меня что касается этого процесса, то его сечение, конечно, пропорциональный ангел квадрат но падает с ростом энергии квадратично и когда она таки быстро падает, это означает, что переходя, к примеру, от энергии ВП-4 к энергии ЛЭП-а даже первого или второго, уже сечение упадет в 100 раз, как минимум потому что здесь энергия корень из С 10, а там была энергия на первом этапе корень из С порядка 100 ну и опять-таки, множество здесь очень быстро растет с ростом энергии но, конечно, распределение по углам связано с тем, что на этом первоначальном этапе распределение КУ-Анти-КУ такое же, как распределение мионов и антимионов это означает, что соответствующее сечение ну, давайте я напишу в верхности минус квадратный квадрат по телесному углу квадрата пропорционально такой в зависимости от угла вылета квадрата это широкое распределение если я изображу в качестве С и З ощества ударения электронных кузитронов то вылетающий квадрат это у него угол и буду откладывать так называемую диаграмму направленности под данным углом отложу величину к пропорциональному дифференциальному сечению то это будет выглядеть как-то так если под направлением 0 и 180 градусов условно есть единица то под направлением 90 градусов просто более-меншим небольшая вытянутость вперед-назад есть, но она не принципиальная разница в этом смысле всего двое то есть в этом смысле есть очень широкое распределение и кроме того уже большая множественность ну вот чтобы продемонстрировать все это я хочу показать несколько картинок из набора имеющихся экспериментов в данном случае речь идет о множественности где плюс и минус удаление и она вот от нашего интервала где здесь множественность там 5-6 да до интервала ЛЭПа где множественность будет на уровне уже 30 вот на интервале изменения энергии на порядок да возрастает тоже примерно ну так 5-6 раз что касается самого оси у нас наверное вам это картинка хорошо знакомая это как раз течение реакции е плюс не минус квадромы и видно что здесь вот где-то на уровне одного полутора греф в системе центромасс имеются разнообразные резонансы омега ро фи и так далее а дальше узкие резонансы семейства Пси семейства Ипсилл а в остальном это есть действительно вот эта самая зависимость единица на С поскольку шкала логарифмическая то получается такая вот линейная прямая но посмотрите как меняется эта прямая от уровня скажем полутора греф где было 10 минус 4 милибарм до уровня который соответствует лепу 1 где уже будет на уровне 10 минус 7 милибарм то есть здесь падение примерно на 3 порядка и так обычное привычное вам сечение падающая функция причем бодро падающая функция и быстро растущая множественность это все то что было связано с администрационным каналом конечно когда мы говорим про гамма канала то первое что приходит в голову ну вообще-то и здесь такое может быть правда скажем это Kraft гамма 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 рель опасной диаграмму соответствующее сечение, если лечено там порядка 4π α в квадрате на s, если это у нас будет та же самая шкала здесь даже дефицент больше, чем в рентиляционном канале есть еще одна приятная функция, выполнительный логарифм так что, в общем, как я уже говорил в самом убедении, гамма-гамма не плюс, не минус даже больше, чем е плюс, е минус, ну и плюс, не минус но он, самое главное, имеет ту же самую особенность, быстро падает с ростом энергии и, конечно, если мы бы стали говорить о возможных процессах с рождением Адрона то первое, что приходит естественным образом в голову, сделать то же самое, что и там было то есть посмотреть процесс, с которым паром Адрона сталкивались, рождает квартии так и тогда все это будет выглядеть таким образом сечение процесса гамма-гамма-гамма по такой схеме а потом эти квартии, конечно, переходят в гамма-гамма, как полагается тоже много записано в форме сегма сегма-гамма на плюс или минус доложены на что? на отличие меонов от кварков отличие струется к тому, что в этих двух вершинах будет фигурировать заряды кварка вместо зарядного электрома здесь была одна вершина где вместо меонов фигурировал кварк и поэтому соответствующее сечение оказывалось пропорционально заряду кварков в квадрате здесь же будет в диаграмме ходить квадрат заряда а в сечении уже четвертая степень заряда так как, соответственно, с точки зрения все это есть все это интересно даже потому интересно что более чувствительна заряда кварка, чем здесь но но все это, как и в этом случае падает с ростом энергии и процессы такого сорта такие изучались в условиях когда эти кварки вылетают на большие углы и превращаются в струи агрома это действительно рассматривалось экспериментально просто но это тоже прям малое сечение а если я чуть не знал а что происходит в основном то в основном оказывается, что фактоны совсем-совсем не похожи на электроны а скорее не похожи на обычные агромы на пионы на протоны на ромезоны в чем с ромезонами у них даже какое-то совсем уже семейное расстро потому что пионы заряженные протоны заряженные частицы ромезоны не заряженные кроме того пионы имеют спин ноль протоны спина одна вторая а ромезоны спины единицы как фотоны так что ближайшие родственники фотонов это ромольмезон и по заряду и по спину он близок а что мы знаем про взаимодействие пионов протонов ромезонов в общем андромов это все сходится к тому что там все не так в этой Греции все не так как в этой Аркадии давайте посмотрим что именно не так если мы начнем рассматривать огромное усмотрение то там выяснится что полные сечения не падают раз полные сечения большие два и совсем неприятные обстоятельства полные сечения как правило нельзя рассчитывать в рамках квадратной хромодинамики потому что все они происходят на больших расстояниях квадратная хромодинамика хорошая наука и мы верим что она работает всюду но только рассчитывать мы можем там где соответствующие константы хромодинамики малы то есть там где работает теория взмущения то есть только на малых расстояниях а на больших расстояниях как-то вдохновляют свои идеи квадратной хромодинамики а ничего другого кроме модели вообще так говоря нет ну и тогда стоит вопрос зачем вообще изучать эту область да раз в ней вот ядерную физику фактически нету базисной теории из первых принципов что-то можно было рассчитывать практически нету изучать из-за ее практических нужд многочисленных приложений что касается протон-протонных пион-протонных и гамма-протонных и гамма-гамма соотарений у всех у них полное сечение на больших расстояниях это большие сечения это не квадратная хромодинамика где ее ипостаси как теория взмущения тем не менее это нужно знать веские причины такие это самые распространенные события их больше всего даже когда вы начнете изучать что-нибудь интересное вроде струй в гамма-гамма созданиях вы столкнетесь с тем что у вас будет большой фон от того что связано с полным сечением так что воля-неволя нам это нужно знать и кроме того на самом деле там возникает много красивых моделей которые в некоторых случаях можно даже почти все чем-то связанным с квантовой хромодинамикой так что еще раз повторяю это та часть которую необходимо знать ну так из чего складывается полное сечение если мы уйдем немножко из области резонанса это значит из области там мемориантных масс создавляющихся полтора-два гэва то дальше фактически основную основную массу событий которые происходят в создании мехатронов составляют либо дифракционные процессы то есть ну скажем это может быть просто упругое рассеяние протонов на протоне или упругое рассеяние пионом на протоне или упругое рассеяние или, а вот дальше это, наверное, уже не совсем хорошо говорить упругое растение, фотононононфотон потому что упругое растение, фотонононфотононфотон, это будет уже процесс альтро-четвертого порядка а вот упругое растение, так сказать, с возбуждениями то есть здесь какой-то векторный визон и еще один векторный визон вообще, говорят, могут быть разного типа две векторные визоны это либо РО, либо Омегов, либо ФИИ это все родственники с этой точки зрения ну и вопрос в том, как так, про эти вот процессы очень много хорошо известно про эти первые данные все равно есть, хотя и не очень обширные но у всех у них получается, что все это сечение растущее может быть не очень быстро, но во всяком случае точно не падающие потому что, где плюс и минус униглиация мы видели, что падает и падает бодро как единица на квадрат энергии здесь наоборот, растет, но может быть не очень быстро так что, с этой точки зрения подгонны, родственники в этом семействе но это только часть того, что вкладывается в полное сечение вот события такого сонта в огромной физике обычно составляют 10-20% от полного сечения в разные области энергии немножко по-разному а что же составляет главную массу событий главная масса событий соответствует многому гормону процессор но сталкиваясь родном с протоном может порождать совсем немало разнообразных оборудов ну и если посмотреть на это опять же так для этого это было бы там все и все и и и и и хорошо это я вам говорил про множественность и плюс и минус соберения, которые очень бодро растет это все, да? а вот данные по множественности в ПП соберениях вот эта вот картинка, они растут, как видно при заданных предних и тех же энергиях гораздо медленнее но тоже достигают, поскольку там достигаются более высокие энергии здесь максимум у нас был на уровне 100-200 ГФ а здесь максимум доходит до нескольких ТЭЛа вот, там это уже достигается на уровне 35 частиц за одно соударение сгустков за одно соударение протона с протоном так что здесь множественность тоже вполне прилично растет так, теперь как распределяются эти 30 штук врожденных обронов? все они вылетают, вот это существенное обстоятельство все они вылетают под подверечными импульсами меньше порядка, там, 300-400 мм в то время как, где плюс и минус соберения частицы летят широко под разными углами здесь же поперечный импульс вот, не более того за этим пределом начинается довольно бодрое падение числа событий а если говорить о распределении числа событий по быстроте где страта это вот такая вот штука логарифм энергии частицы из которых вычли вот, давайте из которых вычли добавили z в компоненту а внизу вычли z в компоненту то если p импульс да если pz в импульс с хорошей средней точности если p на косинус θ то понятно, что это такое будет, да? здесь будет единица плюс косинус деленное на единица минус косинус то есть это будет катангенс половинного угла то есть вообще-то она зависит от энергии но по-хорошему значительной мере это функция угла вылета и как это все зависит если взять распределение числа частиц по rapidity по быстротам то выглядит она совсем громко приближим примерно так почти на каждый интервал быстрот приходится одно и то же количество частиц то есть грубо говоря выглядит как-то вот так посмотрим а если и нет ее встречных пучков растет то растет и интервал до которого простевается эта штука а так как полное множество это фактически площадь под этой кривой то получается что с тростом то есть тростом нет и число рожденных частиц то есть множество должна расти логарифмически то есть должно это выглядеть каким-то так образом что среднее множество то есть есть а плюс б на логарифм ну что там ну скажем s на некоторое с ноль так вот растет среднее множество то есть но я хочу сказать что эта картинка очень грубая в реальности все таки есть некоторые вариации такого слова как-то картинки чуть-чуть плывут но главное зависимость такая и в той области неярки которая нас интересует это при гамма-гамма соударениях это будет включена вот эта штука будет включена порядка шести при корене УСС гамма-гамма ну вот там три четыре грава три четыре грава это как раз та область которая может улавливать здешний Web4M так что картина получается совсем-совсем другой ну и в связи с этим получается вопрос дальше еще что грам П � то горизонтальная звезти здесь поражено сей откладывается вот это самое got ¿ esos идет энергия частицы конечно энергия частицы растет если растут энергии конечно если растут энергии начальных ну скажем хорошо дальше И дальше стоит вопрос, это мы сказали, что главные многоодробные процессы, и некоторую часть полное сечение дают вот и фракционные процессы. А дальше стоит вопрос, а какова величина сечения? За счёт чего сечение растёт? За счёт того, что по мере роста энергии возникают события всё раз большее множественность. То есть дополнительно возникает ряд процессов. Итак, попробуем поговорить про сечение полное. Если мы возьмём полное сечение протон-протонных созданений, то тот факт, что протоны заряжены и обладают электромагнитным взаимодействием, на фоне того, что это сильно взаимодействующая частица, у заряда можно полностью пренебречь. А после этого у нас остаётся только уповать на квантовую хромодинамику, которая в этой области больших расстояний. А что такое расстояние, соответствующее вот этой величине? Давайте прикинем. Расстояние, это величина порядка H на P поперечная. То есть в нашем случае, в нашей системе единицы, это просто вот эта величина. Есть очень хорошее число, которое легко запомнить и дальше эксплуатировать. Единица на 1 g с точностью на уровне 1 процента равняется 2 на 10 минус 14 сантиметра. Ну, тогда эта штука будет выглядеть как? Этот B примерно в 3 раза меньше, так что расстояние будет в 3 раза больше, то есть порядка 6 на 10 минус 14 сантиметра. Ну, характерным величиной, которое иногда употребляет вместо поперечного импульса, да? Да? Это величина масса Пьеммана. Итак, характерное расстояние у нас получается на уровне 10 минус 13 сантиметра, поэтому характерное сечение должно быть порядка квадрата этих характерных расстояний. И нет никакого малого параметра типа альфа. Да-да? Интересно, это, по-моему, более увеличено совпадать с муровским реверсом. Конечно, это от оценки по порядку величины, потом я скажу более рафинированные теории. Но я еще раз повторяю, все, к чему мы сейчас будем соединяться, это будут модельные расчеты, не основанные на первых принципах. То есть ни на квантовой электродинамике, ни на квантовой граммодинамике. Так, ну то есть это должна быть величина порядка 1 на массу Пьеммана в квадрате. Ну и если посчитать, то это будет... Ну, что это такое будет? Это будет величина там на уровне... Ну, чего будет? Да, 10. Если это величина на уровне 10-13, в квадрате 10-26, да, 10-26, ну там еще сыграют число нашу пользу. Так что получается здесь, если прикинуть на уровне 20 мили баунт. Я вам напомню, что 1 баунт это 10-24 квадратного сантиметра. А если я возьму полное сечение гамма-П, то сразу ясно, что у нас фотон непременно будет иметь электромагнитную вершину, пропорциональную альфа. А дальше, если фотон агроноподобен, то все должно быть как и в предыдущем случае. То есть больше никакой малости. Т.е. должна быть величина в порядке альфа, наверное, где в квадрате. Т.е. это должно быть примерно в 100 раз меньше. Ну а в 100 раз меньше, это будет 200 мили баунт. И, наконец, если мы в этой же схеме начнем гружить о гамма-Гамма-Гамма-Грома, то сказавши а, т.е. перейдя вот сюда вот, сюда при переходе, мы должны просто сказать, что будет альфа в квадрате на импи в квадрате. Что будет еще в 100 раз меньше, это уже будет на уровне чего там? Т.е. это уже будет на уровне микро, после этого. Ну на уровне десятых долей некра бана, т.е. на уровне... сотен алмам-бана, да? ... сотен может быть тысяч, мы оптимистически напишем. Тысяча нана-бана. Вот чего мы могли бы ожидать при самом, что, в общем, с одной стороны, оставляет надежды на работу встречных гамма-гамма кучков, потому что сечение не падает с энергии. Я вам в прошлый раз говорил о том, что проектируются ускорители со встречными электронно-позитронными пучками, на энергию до 500 ГФ и даже дальше, до терра. Все это с такой идеей. С той идеей, что хотят проверять физику малых расстояния, возможность рождения многих частиц, тех же самых Хиттсовских бозонов. Потому что только в 90-х ударениях они будут рождаться не как резонансы, а как ассоциативы с Хиттсовским бозоном, эсерной бозон, в таком случае. Но для того, чтобы при падающем сечении иметь значительное число забытий, там нужно непременно высокую светильность. С этой точки зрения, если мы говорим о гамма-гамма с ударениях, в которых нам гарантировано постоянное, а может быть даже растущее сечение, если удастся конвертировать ей плюс-ли-минус коллайдеры в гамма-гамма коллайдеры с близкой светимостью, то события слявленных просто с рождением мокрового будут совершенно задались. Но вопрос дальше встает такой. Это были грубые оценки, зато не скрывается весь, мы опозрели лес, без особого раздепления отдельных деревьев. А вот что дают более рафинированные модели? Об этом тоже поговорим достаточно. Эти цифры пускают. Поговорим с некоторой степенью подробностей. Одно из первых ракулярных моделей является модели ветром-негрин-ангриста. Она основана на очень простой идее. коротко разводится к тому, что наш фантом, как мы сказали, похож на векторный мезон, нейтральный векторный мезон, да, потенциальный рон, ноль, фи, омега. Но если это так, давайте взаимодействие фантом друг с другом, приводящее к рождению антрола, рассмотрим следующим образом. У нас фантом похож на векторный мезон, а для взаимодействия векторных мезонов друг с другом мы имеем какие-то данные, частично окольные, частично прямые, то можно попробовать себе представить следующую картинку. Фотон переходит в векторный мезон, и второй фотон переходит в векторный мезон. Вообще говоря, не обязательно одинаковые, а уже они, сталкиваясь, порождают антроны. Модель очень простая, единственное, что нужно в этой полности знать, это нужно знать вероятность этого перехода. Вот вероятность перехода на векторный мезон. И тогда мы это сечение, сечение данного мезона, сможем записать таким образом. Возьмем вероятность перехода первого фотона в векторный мезон, номер один. Вероятность перехода второго фотона в векторный мезон, номер два. Намножим насечение перехода в векторный мезон на кроны. И вообще мы это должны просуммировать по всем возможностям. Ну вот такая простая идея. Ну а дальше, либо какие-то общетеоритические соображения, либо простая подгонка. По-моему, нужно оттуда взять эти вероятности. Ну хорошо. Совместное действие теоретиков и экспериментаторов пришло к тому, что такая модель неплохо работает, если вероятность перехода в векторный мезон равна следующая. Для мезона, для мезона, для мезона, для мезона, петля фигня. Для мезона подгонки дают полки приличное число. Вообще-то, для мезона, для мезона должна быть порядка альфа, да? То есть 10 минус третье. Ну вот для мезона это 2,8, вот 10 минус того. А для мезона 2,8 на 10 минус третье. И для омега это 0,3. Точнее, на порядок меньше. На 10 минус третье. А здесь 0,36. То есть, на те же самые 10 минус третье. Так. Вы скажете, что, ну, какая-то уж больно примитивная модель, правда? И можно было без всякой теории, да, взять и просто писать подгоночные формулы и выбрать эту формулу, пытаться воспроизвести эксперимент, соответствующий программному словарению. В принципе, так и можно делать, если бы речь шла только о полном сечении. Но дело в том, что там, он говорит, богаче. Она тут позволяет обмисывать не только полные сечения, но, в принципе, точно так же можно говорить о дефиденциальных сечениях. Кроме того, можно говорить о различных спиновых состояниях начальных. Кроме того, так можно попробовать работать и не с полным сечением, а с сечением, как вы предлагали, с какими-то конкретными каналами. На удивление оказывается, что, скажем, небольшого набора параметров, такого, скажем, оказывается достаточным, чтобы неплохо, ну, неплохо это, скажем, на уровне 10-процентной точности, можно так описывать целый ряд процессов. Тем более, что зародилась эта модель, на самом деле, не в Гамагаму созданиях, а в Гамапе созданиях. Там она была пробирована, там были найдены эти вероятности. А сюда можно уже просто перенести, это уже вообще богатая вещь, потому что мы можем пользоваться данными одной реакции, да, получения результатов до другой реакции. Так возникает уже теория, обладающая некоторой степенью общности. Так что, я хочу еще раз еще сказать, несмотря на простоту, да, в этой теории есть вполне богатое, особенно эвристическое содержание. В сложных случаях, когда ничего не понять, можно воспользоваться этим примером и начинать потом его улучшивать. Это значит, намазная модель, старая модель, еще более популярная модель, так называемая реакционская модель. Сам Реджи итальянский теоретик, который занимался нелитийской квантовой механией. С математической точки зрения. Разбирал там разнообразные, не имеющие для физиков реального содержания вопросы. Ну, например, у него была, как математика, такая задача. Вот, рассмотрим рассеяние какой-нибудь частицы на потенциале в нормальном, нелитийской квантовой механике. Мы знаем, что дифференциальное сечение растения И склада там амплитуды растения. Амплитуду растения, как функция энергии частицы, и угла растения, можно представить там известным образом в виде разложения по полиноновой лежанке. Амплитуду растения, как функция энергии, зависит от энергии, а эта штука зависит от косинуса. Так, что волновало и интересовало Леджио? И он интересовало, вот мы имеем рассеяние на некотором потенциале. Не всегда задача решается аналитически. Но, например, если нам захочется узнать поведение вот этой величины в такой дурацкой области, как там, где космус-теппорт очень большой. Понимаете, да? Для математики это любопытный вопрос. Асимптотика решения определенного дифференциального уравнения у некоторых область ее параметра. Конечно, z реально меняется только от минус до плюс единицы. Но если хочется, почему не просмотреть большие z? Вот на этом пути удалось получить хорошие формулы для асимптотик. Вот эта речь на значительной мере про математические исследования дифференциального уравнения. Но если мы перейдем к реальной теории в поле. Для нормальной квантовой механики, для литивистской еще. Для литивистской квантовой механики ничего не остается, кроме одного. Там, когда мы берем большие физические z, это мы могли перейти от S канала к T канала. А T канала мог быть вполне хороший процесс. И таким образом асимптотику процесса одного можно связать с поведением совсем другой величины. И на этой основе зародилась модель, которая получила в первичном счете название Redger, хотя непосредственно Redger, той модели, которая развивалась уже в теории Горы, там, Грибовым и другими, прямого отношения не имели. Ну хорошо, а пока все-таки формулируется это МГФ в рамках стандартной уже теории Горы. Разговор можно вести, например, таким вот образом. Давайте будем говорить о процессе гамма, гамма, квадромы и квадратный вариант номинадцатый. Фотографа будем называть такой W. И так, речь идет про гамма, квадромы и квадратный вариант номинадцатый. У нас реализует процесс гамма, гамма, квадромы и квадратный вариант номинадцатый. Из чего он складывается? Ну, можно, например, рассуждать таким вот образом. Есть разнообразные процессы, где, собираясь в S-канале фотографа, производят множество рожденных струй или адронов, распределенных, как я уже говорил, по быстроте. Это, соответственно, в этом перекрестном Т-канале рождаются частицы или наборы частиц. Все это нужно возвести в квадрат и просумпировать по всем конечным состояниям. Это то, что схематично мы должны получить. То есть, берем инфляцию, приближенно написанную, условно скажем, такими диаграммами. Возводим квадрат, суммируем. Там что еще дальше делаем? Замножаем на фазовый объем конечных частей изделий на учителенный вариант выбора. Так получили полное сечение. Замечательно. Дальше мы говорим. А еще есть оптическая теорема, да, которая говорит, что полное сечение связано с мнимой частью амплитуды рассеяния вперед процесса гамма-гамма в гамма-гамма. Правда, амплитуда, да, коэффициент между сечением и мнимой частью есть как раз квадрат вот этой самой инвалидной массы. А сюда, значит, входит амплитуда гамма-гамма. Гамма-гамма. Мнимая часть ее. От чего зависит обычно амплитуда процесса рассеяния 2у2? Ну, от двух переменных типа С и К. Оптическая теорема говорит, что мнимая часть амплитуды рассеяния вперед. То есть при теорема 0. С точностью 1 вложки совпадает с полным сечением. Совершенно замечательно, все хорошо. А как мы себе представляем эту самую амплитуду рассеянию вперед? Ну, наверное, как-то так сталкиваются фотоны. Это нужно вот эту диаграмму наложить на сопряженную. Так. Поинтегрировать. Все это будет выглядеть каким-то таким хитрым способом. Здесь могут быть какие-то блоки. Я не знаю. Вот. Значит. Здесь у нас возникают вершины перехода. Фотона начального фотон конечный. Причем направление вперед и импульсы фотона при этом не меняются. А то, что получилось, когда мы замкнули это, соответствует некоторому обмену. Так. А терминологию, которую наводят, говорят, что в качестве обмена идет некоторый регион. Будем букву «р» употреблять. Замечательно. Я же говорил до сих пор, вот это утверждение было абсолютно тривиально, наверное, в своем слове. Так. Вот это представление, что это выглядит так, это уже модель, точнее, идея модели. А сама модель сводится к следующему. Что мы, в конце концов, получим вот от этого блока? Этот блок, а когда он не зависит, значит, он должен зависеть от S. Значит, мы должны на самом деле сделать такую вещь, как попробовать представить себе, как ведет упругая амплитура. А это мы возвращаемся к Реджи, смотрите, да? При больших и нефтях. У Реджи это было большое Z. У Реджи получалось, что там, в квантовой механике, это были некоторые степени Z. Здесь это будут некоторые степени S. Ну и тогда картинка сводится к следующему. Реализация идей сводится в общем, что мы берем вот эту и эту вершину. Просто некоторые константы в связи галмограмма с Реджиомом. Первая. Такая же константа нижняя. Обе эти константы вечно зависящие от S. Конечно, если бы мы взяли T отличие от нуля, эти отличие могли начать зависеть от T. Но пока что эти константы. Что касается зависимости от S. А, или как мы называли, извините, бурл, в параде эту самую S. То утверждение сводится к тому, что все это сведется к некоторой степени. Да, вот этот общий множник я еще пока сохраню. К некоторой степени от величины другого квадрата. К степени можно назвать буквой альфа. Но это не электромагнитная константа, а показатель степени Реджиома. Так. Опять же. В принципе, это константа. Но если бы T была отличная от нуля, эта штука могла бы зависеть от T. Но мы тогда уйдем при T равном нулю. Раз. И последний шаг делается следующим. Вот. Модель. Мнимая часть амплитуды рассеяния вперед. Вот такая. Полный анвел. Полный анвел сведется к сумме по разнообразным Реджиома. Но при высоких энергиях кто должен выживать? Должен выживать только тот Реджиом, который дает самые высокие показатели. И если мы ориентируемся на постоянное свечение, да, то соответственно, самый большой Должен чего равняться? С учетом этого варианта? Должен равняться просто единице. Да. Вот его называют, этот Реджиом называют панировалом. В честь выдающегося нашего физика Померодчука, который впервые доказал, что при высоких энергиях сечение рассеяния частицы на частицы и частицы на античастицы должны быть одинаковые. Да, да? А, Реджиом, у нас есть вот этот векторный мезон, в который фотон переходит? Здесь пока это совершенно отдельная идея. Никаких векторных мезонов здесь нету. Кроме того, то, что я говорю сейчас, это относится не только к фотон-фотонам, но и к протон-протонам, пион-протонам, гамма-пэ и так далее. Сематрон-протонам сечения. Это общая схема. Да. Да. Так вот, в свое время, когда это была высказанная теорема, она выглядела диковатой. Потому что, скажем, сечение П-П, сечение П-НТ-П отличались очень сильно. Там выяснилось, что на больших энергиях они действительно сближаются. Итак. Хорошо. Что еще нужно учитывать? Ну, наверное, если энергии большие, то этого и достаточно. Если энергии не слишком большие, то нужно учесть еще следующее. Ну, следующее, по-моему, имеет степень, одну вторую, скажем, вместо единицы. А это означает, что вот это слагаемое, такое же, соответствует постоянному. Здесь единица, и здесь единица. Томированный план соответствует постоянному сечению. Альфа-Ра2-2 уже будет соответствовать сечению, которое падает как единица на W. Так что, в принципе, это все должно выглядеть как-то так. Значит, мета этого станка плюс БМНВ плюс более маленькие дамы. Вот что в простейшем виде, как выглядит модель Энши. Ну, дополнительно, еще нужно сказать, что мы учитывали только самую простую эту идею, что вот здесь вот имеются такие обмены типа региону, которые ассоциируются с такой формулой. Опять-таки, можно было бы всю эту идеологию вообще выбросить и сказать, да, будем подгонять это сечение вот такой вот формулой. Вопрос всегда возникает, а почему такое, а не другое? Ну, вот, есть некоторое кваситиолитическое обоснование. И тогда ничего особенно глубокого и интересного в этой модели бы не было. Но дело в том, что, как и в случае в предыдущем и даже еще более широком контексте, возникает следующая любопытная картинка. Смотрите, вот в этот ответ входят такие константы. Если бы мы заинтересовались полным сечением В.П. И.В. Как бы мы должны были их рисовать? Да? Я бы должен с этой точки зрения выписывать это как, опять-таки, сумму по регионам, единицу на квадрат в квадрате. Только чего теперь будет? Теперь у нас будет протон, протон, здесь идет регион, здесь снова протон и протон. Вот в этой самой части. Вот где-то у меня входили совсем другие вершины. В связи протона, протона с регионом в верхней. Протона, протона с регионом в нижней. И универсальная, что очень важно, зависимость от угла в квадрате. Так. В этом силу этой модели универсальность ломает. Ну вот из этого процесса мы бы могли, подгоняя, найти кого? Эти константы. А если бы мы взяли процесс гамма-п в квадрате, то совершенно аналогично у нас была бы картинка такого сорта. И тогда гамма-п идет обмен регионом, гамма-п в растение вперед. И возникла бы картинка, у которой входили бы в качестве вектора, связь гамма-п-гамма с регионом. И универсальная, еще раз повторю, в этом сила, зависимость от энергии. Значит, если бы я сказал, что давайте сечение гамма-патроны подгонять этой формулой, ничего в этом не было бы криминального, но и не было особенно содержательного. А если я скажу, что давайте вот такими формулами подгонять самое мразное сечение, то возникает замечательная вещь. Скажем, изучая п-п взаимодействие, я найду эти константы. Так, изучая гамма-п взаимодействие, я найду эти константы. Отсюда вот, п-п, отсюда поставляю, нахожу гамма-гамма-р. Этих двух опытов мне достаточно, чтобы все предсказать про гамма-п. Понимаете? И получается, что теория получается содержательная и жесткая. Но, как всегда бывает в реальной жизни, конечно, осуществляется не совсем какой-то простой вариант. Но я еще раз повторю, в чем ее прелесть этого варианта? В том, что им описывается громадное число реакций. Я вам потом покажу. А набор величин, через которые все это выражается, относительно небольшой. Это означает, что в некотором ограниченном числе опыта их можно извлечь, эти величины. А потом вставлять для того, чтобы посмотреть, работает ли это в совсем-совсем других реакциях. Если окажется, что это работает неплохо, то получается содержательная теория. Она не следует прямо из первых принципов. Но зато нам надо это стать, в каком-то смысле, большой общностью с некоторой общей идеей. Ну вот, давайте сейчас делаем перерыв разогранный. А потом немножечко поговорим, как все это соотносится с жизнью. Постую, голую идею. Она выглядит, особенно если добавить, что это может применяться к массе процессов, привлекательной. Но жизнь, как я уже говорил, как правило, сложнее. И она сводится к следующему. А вообще-то говоря, кроме вот таких вот зависимостей, да, если начинать их итерировать, закручивать, возникают зависимости типа логарифма. Или какой-то степени логарифма. А есть теорема Фроасапа, которая говорит, что сечение не может расти быстрее, чем логарифм в квадрате. И общий итог, когда все это вот так вот, сводится к следующему, что одна из хорошо работающих моделей, сводится к тому, что ответ должен содержать, грубо говоря, константу. Который из этих простых соображений следует. Ответ должен содержать квадрат логарифма. Ну, давайте, в общем, реакция S. Конечно, делённые на метр, с половиной. И может содержать младшие степени. Думаю, чтобы было ясно, что это падающая слагаемая S2. В степени, ну, какой-то, 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 какой-то али. Реальность уже будет меньше к единице. Вот какая-то такая структура ответа. И... Я хочу продемонстрировать работу для тех соображений. Так. Так. Ну, это всё пока. Ага. Вот тут как раз души. Так. Вот описание этих формул. Структура их такая, какая я примерно и сказал. А вот набор параметров, которые употребляются. Да. И... Чего только здесь не описывают. ПП, ПНДП, даже рассеяние С, это у нас и плюс и минус, и к плюс и минус, да. А вот гамма на тротоне, и так далее, и так далее. Теперь посмотрим, насколько... То есть, относительно небольшой набор параметров. Ну, для фотона я потом отдельно запишу. Но как это всё работает? Давайте посмотрим. Так. Вот шкала. К сожалению, она... Может быть сверху здесь, да. Давайте заметим шкалу. От одного гэла, это корень СС, до десять четвёртой, да. Это вот ТФ. Это будет десять ТФ. Значит, от одного гэла до десятитысячка. Это шкала. Логарифническая. Вот соответствующее сечение. ПП. Синенькое, видите? Как оно с этим ведёт? Это единственное, которое хорошо проверено. Вплоть до почти десяти ТФ, да. Последний опыт ЛХТ, это было корень СС-7 ТФ. Видно, что в начальный момент времени, да, это была какая-то хитрая. То падающая, то растущая, то падающая, то растущая. А начиная примерно с десяти лет, это монотонно растущая функция, да, вполне заметным образом растущая. От примерно чего здесь. Так. Это миллибарна, да. Это десять миллибарнов. Вот здесь вот. Вот здесь будет сто миллибарнов. Значит, от этого, от этой величины от примерно тридцать миллибарнов. До величины больше, чем сотни миллибарнов. Наша оценка была какая? Ну, неправдоподобно неплохая, да. Но она была некоторая оценка в среднем. А реальность, вот, значит, здесь двадцать, тридцать, сорок ватн при энергиях десятку. А потом дорастает до более чем сотни миллибарнов на самых больших энергиях. Гамма, П, посмотрим. Да, я еще хотел сказать, посмотрите. Остальные сечения. Пи, П, К, П. Все они ведут себя очень похожим образом. И более того, вот эти кривые, которые здесь нарисованы, это кривые по тем параметрам, которые там уже даны. Обратите внимание, что описание эксперимента вполне неплохое. Ну, с учетом, конечно, того, что и сам эксперимент имеет разгруз. Так, Гамма, П. Опять-таки, в области до 10 ГФ здесь разнообразный резонанс и все прочее. А потом плавненький рост. Ну, не такой бодрый, как падение в е-плюс и минус. Но все-таки стартует все это с расстояния порядка десять, одной десятой миллибарнов. Одна десятая миллибарна, это примерно сотня. Одной десятой, сотня микробарнов, да? Вот, а потом дорастает это все до величины. Ну, вот, в принципе, они вот здесь кончаются. А продолжают это все. Ну, вот здесь, это как раз около двадцать двухсот микробарнов. То есть, ну, целые две десятых миллибарна. А это прогноз. Вон туда, к району. Двадцать, тридцать, сорок. Ну, примерно сорок четыреста микробарнов. И, наконец, Гамма, Гамма. По нему данные самые скромные. Но все-таки они постираются от величин порядка нескольких ГФ. Вот где-то здесь до десяти ГФ располагаются данные В по четвертого. Еще не М. И вплоть до величин примерно на уровне двести ГФ. Гамма, Гамма. Здесь, конечно, есть большой возрос. Но видно тенденция. По выходе из области резонансов все-таки сечения в среднем начинают расти. Достигая, здесь величин двадцать, тридцать, сорок. Ну, может быть, пятьдесят. Опять, это нанобарны, да? Значит, здесь будет, ну, примерно 0,5. Нет, 0,5 микробарнов. Это микробарнов. Миллибарнов, да? То есть, это около пятисот нанобарнов. Так, по-видимому. Ну, чтобы близко тоже к нашей оценке. Вот в этой области, это что-то, ну, вот в этой области, это что-то, ну, трёхсот нанобарнов. Поэтому нам бы лучше запомнить эту самую цифру. Качественно ориентировочной для экспериментов на ВП-4. Так. Ну, хорошо. Можно посмотреть немножко более детальные данные. Это тоже будет полезно. Вот, я вам говорил про то, что при высоких энергиях остаются, например, вот дифракционные и многоадронные процессы. Можно проследить это на примере ВП. Вот полное сечение. Немножко более подробно сделанное. Вот оно растёт и дорастает до, как я уже говорил, вот, больше там сотни этих самых миллибарнов. А вот упругое сечение, оно сначала падает, а потом становится чуть-чуть растущим. И разница здесь как раз примерно, ну, я не знаю, на порядок, да, может быть, чуть больше. То есть упругое сечение даже в области энергии на уровне 10 в 3 ГФ составляет 10% или около того. Так. Это ПП. Это ПНТП. Но это нас не очень будет волновать. Но ППД тоже нас не волнует. А вот с ПП та же самая ситуация. Сечение ПП меньше, чем сечение ПП. Но вот полное сечение тоже начинает расти. А упругое сечение, да, в этой области становится почти постоянным. Ну, тут вот данные, додякнувается до сотни ГФ с чем-то, ну, вот. А только это теперь на этот раз уже лабораторная энергия, а не энергия системы центра массы. Разница, опять-таки, здесь достигает. Вот здесь вот, скажем, меньше порядка, здесь больше порядка. Ну, то есть упругое сечение здесь составляет 10-20% в зависимости от этой энергии. Так. Это Пи минус. Полное и упругое. Но, опять-таки, масштаб совсем другой. Это лабораторная энергия. В пределах вот единицы, что-нибудь, до сотни. Так. И К. А. Так себя ведет и КП, и КН. Я просто вам хотел сказать, и даже сигма, хорошо промеренные во многих отношениях. Вот это данная гамма, наконец-то. Значит, первые здесь наши данные. Начиная отсюда, в основном это данные ЛЭП. И тянутся они вот. Это уже в системе ЦНРА масс. Значит, где-то здесь должно быть вот 200 г. Последняя точка вблизи этого. Ну, вот. Да, все. Полная картинка. Так. Хорошо. Теперь я хотел уничтожить это все. Закончить. Все. Ну, ладно, это будет потом. Черт. Что-то? Что-то не хвалил? Нормально заводится. Ну ладно, это будет потом. вернемся к разговору это общая схема как она реализуется на примере гамма-гамма в адрогах современная торгонка в пати коль-то этого мы видим следующим образом ответ будет логобавна 324 это константа, на которую мы, помните, ориентировались дальше в общем есть растущий кусок который пропорционален логарифм дублируем в квадрате на некоторую величину назову ее м столиков в квадрате с коэффициентом 2,46 так вот этот логарифм взят в квадрате что соответствует максимально возможному росту и, наконец, падающий кусочек этот падающий кусочек отрицательный то есть, на самом деле, с ростом энергии он убывает в квадрате это соответствует на самом деле дополнительному падающему да 3,4 и здесь дублируем в квадрате вот это самое основное квадрате в степени, как я уже говорил должно было быть в степени 1,2 но подгоночная формула на взялах 462 на 1,2 так, и, наконец кто такой кто такой м с тоником м с тоником большая величина 4,02600 гр это означает что эта формула на самом деле хорошо будет работать только в области где логарифм естественным образом имеет аргумент больше единицы то есть хорошо она работает в аргументе дублируем больше в 4 г то есть это синтетическая все-таки подгонка рассчитана на большие значения ну вот я коротко дал обзор того, что есть по полному сечению в следующий раз мы попробуем сделать вот что я обозначу основные эксперименты которые были связаны с достижением этих результатов часть из них может быть я скажу чуть-чуть подробнее чтобы было понятно как работает а вообще-то это всегда большая экспериментальная бухня которую лучше изучать если действительно в это дело помог придется а вылазиться до свидания в том числе это неправильная в первом он в первом он 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 м он он поможет Продолжение следует...